Сила эмоции для того, чтобы вылезти, для того, чтобы контратаковать и победить своего соперника. А может быть даже где-то, используя философию дзюдо, сначала убедить соперника в том, что он выигрывает, в том, что у него 100% позиция, и в этот момент контратаковать. Следующая весовая категория 84 кг, 2-1 пересветы. Пока проигрывают, Академия Лома, соответственно, ведет Судрудин Бахидов, боец 91-го года рождения, правша, боксер, мастер спорта по смешанному единоборству, по ММА. И выиграл, где у нас? Южнофедеральный округ в 2014 году. Ну, вот сейчас посмотрим, интересно. Боец среднего роста и высокий. И Дживатханов, да. И Дживатханов высокий, боевой самбист и тайский бокс. Такой интересный набор, причем боевой самбист и тайский бокс. Мастер спорта по боевому самбист и тайскому боксу. Ну, вот, занимает позицию опять сейчас. Вот здесь нельзя торопиться. Смотрите, когда мы тренировались, мы очень много уделяли внимания ударной технике внизу. На самом деле, тот, кто находится, ну, сейчас сверху, да, из команды Академии ММА. Нет, ну, я говорил, бортовой фото сверху. А, хорошо. В этой, с этой позиции нужно готовить соперника. То есть, наносить максимально больные, максимально точные и поражающие удары для того, чтобы соперника подготовить к болевому приему или удышающим. Вот, смотрите, делает ошибку. Развернулся и полез вперед. И закрывает замок. Сейчас будет удышающий. Сейчас будет удышающий. Ну, что, сбросит? Может сбросить, но это, здесь он захватил уже голову и сейчас будет протягивать. И? Вот, ушел. Ушел. На самом деле, здесь нужно было доработать. Надо было доработать. Нельзя было разжимать ноги, надо было доработать. Сейчас опять пытается он закрыть замок, но пока закрывает, пропускает множество ударов по голове. А руку, если? Руку, нет, ну, здесь он ушел. В принципе, это было видно. Почему? Потому что он не зажал руку и не зафиксировал ее ногами, да. Здесь очень, очень, в партере очень большое значение имеет работа не только, когда, при выполнении удышающих или бревых приемов, не только руки, но и ноги. Все позиции практически фиксируются ногами. Ух ты! Ну да, молодец. Правый сбоку туда, аккуратно между рук. А и дальше развивайте. Ислам Каримов весь прямо там. Да, да, да. Исламов он эмоциональный, он за каждого своего спортсмена всегда. Вот, хорошая, хорошая, хорошая подсечка с высидом. И положение мало, сейчас спинку выпрямим, мы будем бить. Да, вот здесь тоже надо аккуратненько сейчас зажать ногами соперника и начинать его готовить. Потихоньку разбивать, 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 ждать, пока он сделает снизу ошибку. Вот, опять, уже делает ошибку тем, что он обхватывает своего соперника снизу и разворачивается спиной. Это самая проигрышная ситуация. Сейчас сижу, судья будет говорить, дает три команды активность и сейчас будет остановка. Внимание! Закрылся в глухую. И тут можно бить по защите, кстати, но логика диктует. Да, 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 здесь пассивная защита. Даже, можно сказать, это не защита, а вот человек всем показывает, что он не готов был дальше биться. Активнее первая команда. На самом деле здесь можно и не душить, а просто бить дальше. Да, растянуло. Да, он все отдает. Отдает захват, отдает позицию. Ну вот смотрите, опять, здесь верхний не дорабатывает. Хотя молодец. Потерпел. Потерпел и сделал. Ну вы знаете, противостояние у Академии ММА с пересетом. Посмотрите, какое упорное получается. И у одних, и у других бойцы очень высокого уровня. Очень-очень высокого. Молодцы. То есть на клубном уровне, ну безусловно, ребята здесь выставили такие пятерки, за которыми просто гонился. На самом деле я жду этих спортсменов, если они смотрят.